Простят два года. Кого отпустят на пенсию, раньше срока узнали наши корреспонденты. Какие документы для этого необходимо получить, пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда России. Подробности прямо сейчас. 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании пенсионной системы. С 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет. Для женщин до 60, а для мужчин до 65 лет. Почти каждый пятый работодатель не готов нанимать людей старше 45 лет. Такие данные приводит в федеральный портал по поиску работы, который провел исследование. Соответственно, под удар с большой вероятностью могли попасть люди предпенсионного возраста. Но закон предусмотрел меры по защите таких граждан. За увольнение ввели уголовную ответственность. За увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве людям, которым до пенсии остается менее 5 лет, работодателю назначается штраф в размере 200 тысяч рублей. Также для лиц предпенсионного возраста увеличивается пособие по безработице. По данным на 1 июля этого года в России насчитывается 23,5 тысячи граждан предпенсионного возраста, которые не могут трудоустроиться. В ПФР дали конкретные пояснения, кто может получить досрочную пенсию. То есть они не просто не могут трудоустроиться, а это граждане, которые в свое время были уволены по сокращению штата, либо это граждане, организации, в которых они работали, ликвидировались. Только обязательно именно вот эти два условия. Не просто гражданин по собственному желанию уволился, и он может претендовать на эту досрочную пенсию. Под законом сохранено для них право досрочного назначения пенсии. В том случае, если они не могут трудоустроиться, пенсия назначается по предложению органов службы занятости, но не ранее, чем за два года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Самое основное требование, которое должно быть соблюдено при назначении этой пенсии, это наличие страхового стажа. 25 лет страхового стажа для мужчин и 20 лет для женщин. В федеральном ПФР отметили, что на следующий год на эти цели заложено 4 миллиарда 400 миллионов рублей. В 2021-м планируется потратить больше 5,5 миллиардов рублей, а в 2022-м 6 миллиардов 400 миллионов рублей.